Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, все братья и сестры во Христе, все, кто первый раз попал на мой канал случайно или по ссылочке, всех раз приветствовать в Господе, всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Ну что, давайте помолимся, я хотел кое-что сказать. Ибо без Господа ничего не хотим, не можем, да делать и не будем. Бог живой, Он посреди нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Сущий над всем Бог, Творец неба и земли, всеувидимого и невидимого, Источник жизни и причины всякого блага, Господь мой и Бог наш, Начальник жизни и податель, истинный благодетель, истинная причина всякого счастья, всякой радости для человека. Благодарим Тебя за все и просим Тебя, Духом Твоим святым, Духом истины, любви и смирения, радости и мира, веры и долготерпения, кротости и упования, что истинно и полезно, На пользу каждому, открой нам, подарованным каждому От Тебя талантом и дарованием. И благослови сию запись, уста говорящего, Уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И через запись эту да прославишься Ты, Сущий над всем Бог, явившийся во плоти И открывший нам имя Своё, в Которую есть Любовь, И да прославится оно, явленное Тобой на кресте, И да откроется помышление многих сердец И узрит всякое плоть, славу, величие, А главное, божество Твое, воскресенье Твое, И будут на Тебя уповать все народы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос посреди нас, братья и сестры. Бог живой, ближе всего к нам. Он наш и Творец, и Создатель, и Родитель, И друг, и брат, и жених, и всё, И хлеб, и вино, и жизнь, и радость. Я хотел ролик такой записать, в общем-то, общего характера. Меня, конечно, в последнее время смущает, действительно, из писания сделали какой-то культ тоже. Читают, ковыряются там в стихах. Вот мне почему всегда Евангелие, вы знаете, нравилось, за что? За то, что Господь не говорит всё время, не делайте того, 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 там, перечисляет. Уже там столько набежало даже к тем временам воплощения Господа. Он всё время говорит, как надо делать. Всё время говорит об истине. Всю его жизнь и учение, как говорит Лука, первую книгу, которую он написал, то есть Евангелие, на самом деле, жизнь, то есть дела любви и учения, учения любви и слова любви. Поэтому всё его Евангелие очередное, которое, на самом деле, было от начала всем людям открыто, в том, что Бог есть любовь. И пребывающий в любви в Боге пребывает, а Бог есть радость и мир. Поэтому пребывающий в любви пребывает и в радости, и в мире, и в счастье, и блажен сам по себе. Вот вы знаете, если вот так не разрывать, я хотел вам, ну так, чисто ещё слайдики подготовил, да? Вот. Помните, да? Господь сотворил. Вот кто... Я вот поражаюсь, конечно. Ну, прочтите Библию, откройте. Одну главу прочтите, первую. Там чёрным по белому написано, что Бог есть любовь. Как один некто негде сказал, да? Бог любовью привёл мир в бытие, да? Любовью о нём промышляют, и любовь его поглотит в последнее время. И будет Бог всячески во всём, как сказал Павел, чудный наш апостол. И вот действительно, посмотришь даже на это мироздание, которое мы уже наблюдаем после грехопадения, да, когда люди пали, когда природа вследствие грехопадения земного царя человека, да, всё совратилось, даже животные до сих пор ожидают, и вся тварь ожидает откровения, откровения, вразумления, покаяния сынов человеческих, сынов Божьих. И вот мы никак опомниться не можем на самом деле. Это, конечно, поражает. И посмотрите, почитайте главы, да, бытия, как Господь творил мир, какой он чудный стал, да, то есть из грязи, помните, как земля была одна, вода или что там, стихии, как Господь какой мир, даже сейчас какой мир прекрасный, люди ездят, путешествуют, да даже кто-то там достаточно в лес выехать, на речку или ещё куда-то, да, сейчас можно всё по интернету посмотреть. Мир, конечно, прекрасен. Животный, растительный, человеческий, вот. Духовный мир, да, мир чувств, любовь, радость, мир, всё это чувства прекрасные, делающие человека блаженным. И мы видим, что Бог-то зла не творит. Бог создал рай, все знают это слово красивое, да, прекрасное, означающее абсолютное счастье, можно сказать, да. Создал человека в этом раю, да, тоже сделал его абсолютно блаженным, дал ему древо жизни, то есть себя самого, на котором полно древо любви, плодов жизни, плодов любви, да, ибо это древо жизни, есть Господь, вдунул в него это дыхание жизни, и этим дыханием жизни, ну, всё это образы, на самом деле, символы, и через это дыхание поселился в нём этим деревом, да. Но древо жизни, кто понимает, это слова всё равно, что крест Христов, то есть любовь Божья, имя Отца, всё это одни и те же слова. Вы если строчечку напишите, да, возьмите и запишите. Как это древо жизни явилось в последнее время? Крестом Христовым Господь нам открыл любовь Божью, имя Отца. Тут ничего сложного, поэтому Бог есть любовь, поэтому любовь Божья, Отец, Сын и Дух Святой проявляется имя Отца, крест Христов, и древо жизни, как Дух Святой, как внутри. Всё это слова одного порядка, всё это символы, образы, означающие одно и то же, да. То есть древо, древо, крест, повисший на древе, проклятсяк, повесивши, которого повесят на древе, да. Вот нашего Господа добровольно, который себя предал за нас и повесили на древе. Это древо жизни, это есть крест Христов, любовь Божья, то, что Христос есть Бог, сущий над всем, Творец неба и земли. Поэтому крест означает любовь, Христос означает Бог. Жизнь, он говорит, я есть им хлеб жизни, я есть жизнь. Имя, это и есть любовь Его. Имя, крест, древо, всё в одного порядка слова. Имя Бога, Отца, это и есть Отец, и я одно, это и есть Христос. Напишите эти слова в столбик, и вы увидите, что всё это одно и то же. Всё это лишь разные-разные слова. Конечно, мы видим, как Господь всё делал по любви. И через чтение вот этой первой главы, второй главы, как Господь даровал человеку, это образ и подобие своё, вдуло в него своё дыхание, поселившись, укоренившись в нём древом жизни, так назовёмся в этих образах, то есть в нём этим духом пребывая. И да, даровав свободу, это акт насаждения древа познания добра и зла. И, кстати, оно не написано, что посреди рая, оно вне. И вот мы до сих пор совращаемся с этим древом познания, с этими плодами, да, этим гнилым деревом. Добро, познание добра в самом человеке. Бог внутри человека, истина. И внутри человека, и вне него нет никакого внешнего познания. Кто познаёт любовь, крест Христов, древо жизни, имя Отца, любовь Божию, которая древом жизни в нём находится, всё, этого человеку достаточно. Это и есть Бог, это и есть истинное познание. А это всё древо познания, так называемое, в кавычках, познание добра, что слово познание, в кавычках, что слово добра. Это лишь иллюзии, это всё учения человеческие, предания, кривые предания, традиции, обряды. И даже после грехопадения мы видим, что всё из Бога делают сатану. Бог нехороший, Бог там воюет, убивает. Во-первых, человек бессмертен, и нам промысел чудный Бога неизвестен. Это лишь в наших глазах. Только убивает не Бог, а люди. И даже где там как бы Бог убивает, как мы не поймём, что где есть воля человеческая, там уже присутствует промысел Божий. И промысел Божий никому из людей не ведом. Воля Бога одна, всегда благая и неизменная, чтобы человек был счастлив. Он создал для счастья. Когда Бог творил человека, он знал, что он ему ничего дать не сможет. Что он даст? Господь сам постоянно, кто знает Писание, Господь говорит, что ты мне дашь, всё земля и всё, что наполняет её моё, от птицы до лепестка на дереве. Бог, когда творил человека, знал, что ничего с него спрашивать не будет. Бог, давая заповеди в раю Адаму, не просил от него ни строить жертвенников, ни храмов, ни приносить жертв, ни возводить культы, ни священников никаких. Бог говорит, возделывай, храни, раит свой, своё сердце, оставляя его чистым, светлым. И, естественно, древо жизни, которое посередине него. Поливай, ухаживай, удобряй, возделывай и сохраняй. Взращивает всё Бог, от семечка до плодов. Но наше дело трудиться в этом саду, в котором посередине древа жизни, Господь Иисус Христос, любовь Божья, и эту любовь взращивать и взращивать. Господь не сказал, что это древо жизни сразу с плодами в раю висело. Может, и висело, мы не знаем. Вкушать, не вкушать. Там сказано, как бы не вкусил. Наше дело возделывать и хранить. Господь сам сказал, эту заповедь дал от начала. Вот мы всё время от этой заповеди. И весь Ветхий Завет, на самом деле, какого Бога? Ну, это всё плодский, ребяческий ум рисует Бога сатанистом, судьёй. Да Бога судьёй человек сделал своими грехами. И то он его сделал не судьёй, а такой жёсткой отеческой рукой воспитания. Потому что непослушные дети, конечно же, воспитываются по-другому, как послушные. Послушным достаточно сказать, не трогай, он не трогает. А непослушные, ну вот образ Адама, а непослушному приходится воспитывать другими средствами. Божий промысел неизвестен, но христианам известно, что тем более исповедующим воскресенье, бессмертие человека и бытия, как Бога. Он всё это знает. Чё там переживать, что Бог там попускал это уничтожение народов или ещё что-то. Это Божий промысел. Мы же, Пётр нам сам открывает в послании, что некогда не покаявшись по плоти, покаявшись после, будут жить духом. Ну или как там, неважно, там разные переводы тяжёлые. Смысл понятен. Что всё это плоть, это мирская жизнь. Тут свой убогопромысел. После снятия этих кожаных риз, когда все их совлекаются, новый этап до воскресенья всеобщего в теле. Потом ещё новый этап, в который... И всё это тайнами, и образами, и символами. Ничего нам неизвестно. Всё лезем, копошимся туда. Всё в ум Божий залезет. Воля его нам известна. Она всегда блага и неизменна. Бог блага и неизменен. Об этом весь Новый Завет в каждом послании о Боге сказано. Я когда-нибудь сделаю нарезку. Каждый, каждый апостол говорит об этом, что Бог есть свет, Бог неизменяем. Что значит света нет никакой тьмы? Во-первых, что свет, он абсолютное благо, и неизменяем. Нет никакой тьмы, значит, неизменяем. Яков говорит, Бог не скушается злом и сам не скушает никого. То есть Бог не скушается злом. То есть опять два сразу идёт контекста. Во-первых, что Бог абсолютное добро, и что он не скушается, то есть он не изменяется. Бог абсолютное совершенство. Это неизменное, абсолютное в нашем сейчас понимании страдание. То есть это ещё и жертвенная любовь, так как в этом мире Господь попустил такой этап познания через страдания на этой земле в любом случае. Но при этом мы видим, что весь Ветхий Завет это люди, пожалуйста, и радовались, и веселились, и женились, и выходили замуж. Помните, как сказано, даже про последние времена будет то же самое. То есть Господь любит всех, на самом деле. Это, конечно же, понятно и очевидно. Что, народы не веселились? И что, только еврейский народ, что ли, был? Всё это избранность, вы же прекрасно понимаете. Избранность, в смысле, кого-то надо было избрать, какая разница на каком народе это показывает. И вот давай, вот эта гордыня плотская, человеческая. Мы избранный народ Божий. Чё-то все только забывают, что больные нуждаются у врачей, а не здоровые. Получается, Господь избрал самых больных, а не самых здоровых. Как он говорит, народ же самый жестоковыйный народ. Надо же об этом тоже подумать-то. По крайней мере, уж христианам-то через Новый Завет, через призму совершенную и чистую, Нового Завет посмотреть-то. Если мы избранные и христиане, значит, мы больные. Я вот знаю, что я без Господа не спас себя. Кому не проповедно, кто не слышал, значит, ему и не нужен на этой земле Христос Божьим промыслом, что он и так живет по совести и любит ближнего. А вот такой грешник, как я, мне нужен был Божья любовь, этот крест, чтобы я увидел, что такое любовь Божья настоящая, что это любовь, природа бытия. Вот такого мне, тупицы, нужна его жертва. Без нее бы я так и не понял этого. Так бы и жил в колебаниях. Вроде чувствую всем сердцем, что живу, как скотина. А решиться жить по-нормальному, не понимаю, почему должен. Вроде чувствую бессмертие, а доказательств вроде бы и нету. И вот, пожалуйста, хотя вот именно во всем мироздании все это можно было созерцать, как Павел говорил, Господь от начала в сотворении, в промышлении о всем народе, подавая во все времена и плодородные, и дожди, и пищу, и все, и веселье, говорит. Все потребно для жизни, для веселья. Кто не веселился, что люди жили несчастливо? Жили счастливо и в Ветхом Совете, и не только израильский народ, и все язычники. Люди радовались, веселились, рождались дети, дети получали детские радости, дружбу познавали, потом вырастали, создавали семьи, рождались дети, играли свадьбы, пили вино, какие-то были развлечения, игры, а развлечений полно у людей, танцы, пляски, веселье, театры, миниатюры, что только не делать, все во все времена было одинаково, и телесные удовольствия, и поесть, и покупаться, и посозерцать на природу. Зачем мы едем все время глазами своими щелкаем по всему миру? Это же радость. Через слух, слушали музыку, ели пищу, смотрели, трогали. Удовольствие, Господь для чего дал все эти чувства? Они же не злы. Их можно использовать на зло, можно на добро. Сами по себе они не хороши, не плохи. Человек — это свобода. И вот как он управляет своей свободой. Так что Господь всегда благ, всегда подавал. И зло в мир приносит только зла и воля человеческая. Выбор, выбор этой воли зла. Вот и все. Ну и опять, вот мы не познали, Павел говорит, да, последнее время пришло, вот он, явился сущего плоти, Господь уже. И оказывается, что это не просто слова в первой книге бытия, что мы образ и подобие его. Мы действительно образ и подобие Бога. В полном смысле этого слова. От кончиков или от кончика макушки до кончика ноготочка на ноге. Потому что этот Бог явился в его плоте, этот Бог Иисус Христос, сущий над всем, Творец. Это просто поразительно. Мы просто своей чести никак уразуметь не можем, как в Псалме хорошо сказано. Все нам со скотиной приложится. Все в язычество, все в культ, все в плоть. Мы не духи, да, мы человеки, мы люди, мы образ и подобие Божие. Этот Бог оказывается сущего плоти. Это поражает. Причем он пришедший во плоти, но при этом говорит, что Аврама увидел и возрадовался. Это вообще, это просто поражает ум христианский, ум христолюбца, просто, не знаю, уже этим одним только восхищается на небеса и радуется, веселится. Все, явился. Одно это явление уже показывает еще в очередной раз явно. Господь сам о себе сказал, в чем суд стоит, в том, что я пришел в мир и мир меня не принял. Мир не принимает. Мир избрал тьму, а не свет. Ну, как можно не любить Христа? Кто прочитает Евангелие, кто его отвергнет? По-хорошему, аж в уме и в сердце не складывается. У меня, конечно, есть в окружении друзья и родственники. Я поражаюсь, как можно прочесть Евангелие и не принять Христа. Уж хоть кем его прими? Мессией, пророком, другом, каким, кем, ну, неужели кто-то способен отвергнуть Христа? Это поражает. Бог явился во плоти. И что он делал? Вся его жизнь, все его, все, все, что такое Евангелие? Жизнь и учение Иисуса Христа. Какое там учение? Кто там читал? Там учение, там вот им началась жизнь, вот сюда, жизнь, дела. Слово жизнь, дела, учение, слова. Мы все прекрасно опять понимаем, напишите их в строчку. Жизнь и учение Христа, дела и слова Христа. Все одно и то же. Научите, сотворите и научите. Сам Господь нам потом заповедовал. Путь, я есть путь, истина и жизнь. То есть, я есть путь, дела, истина, учение, ну и жизнь, естественно. Жизнь это воскресенье, слова одного порядка, хлеб. Все это то же самое. И вот поражает, конечно, и что его жизнь, какое великое учение. Чего только потом из этого Евангелия не придумывали. Господь никаких учений не писал. Апостолам своим ничего не позволял писать. Никто вокруг ничего не писал. Все его дела были дела любви, понятные и бабушке столетней, и ребенку. Люби ближнего. Эта любовь проявляется в делах. Ничего большего он не говорил и не учил. Любая притча, любое действие, любое слово, любой образ, любой символ все время говорит о любви к ближнему. Он не говорит даже любые к Богу, как он говорит, потом эта тайна раскрывается. Что любовь к Богу это любовь к ближнему. Потому что Бог в каждом человеке. И Богу от нас ничего не нужно. Он сказал, не Богу служите, а я пришел для того, чтобы не мне служили, то есть не Богу. Он на землю-то пришел, вроде бы воплотив нуждающиеся. Мы помним, как он и алкал, и нуждался, и скорбел, и все. И то он говорит, я не пришел на землю, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать жизнь своих для искупления многих. Все это на так называемый ужасное слово, тайный вечер. Ничего там тайного, это прощальный ужин с учениками. Сам ученик говорит, вот, наконец-то, Господи, говоришь все прямо, и притчами ничего не говоришь. Какая-то тайная вечер, это прощальный ужин с учениками. Ничего там тайного нету. Господь русскими словами говорит, потому все узнают, что вы мои ученики, и что я в вас, и вы во мне, если будете иметь любовь между собой. Все его дела, Евангелие, нет смысла особо перечитывать уже тем, кто все его и так понял, что все его дела, все его слова, это были дела любви, и призывы к этой любви, добровольной. Ни с под палки, Господь в палки никого не загоняет, он сам дал человеку эту свободу. Это тот камень, который Бог не может поднять. Он его смог сотворить и не может поднять. Это свобода человеческая. Он даровал ее человеку. В первой книге бытия в образе это и записано символично актом насаждения древа познания добра и зла в противовес древу жизни, которая в человеке. Все, человек, и эта древняя жизнь, жизнь есть Бог, Христос, Дух Святой, Истина, Любовь, и наоборот, древо познания добра и зла, ложь, истина, дьявол, лукавство, ненависть и все прочее. Лже истина, система, как угодно назовите. Вот человек стоит всегда перед этим выбором истины и любви, которая в нем, природа его бытия, и между злом, которое вне его, хотя это зло всегда под личиной света. Я там ролики записывал, кто знает, это древо познания добра, это зло под личиной добра просто. Вот и все. Это ангел сатаны в светлом облике, во свете. Потому что зло никто не выберет, поэтому это иллюзия, это система. Вот тебе, типа, лукавый тебе будет говорить. Лукавый тебе никогда не скажет, вот выбери меня, я негодяй, я человекоубийца от начала. Нет. Он тебе скажет, ты убей вот брата за свою родину. Он тебе не скажет, это будет зло под личиной добра, он все время будет все искажать, он не может ничего сотворить. Да, зло это искажение добра. И вот искажают вечно это Евангелие, ничего нового придумать не могут, все лишь бы под исказить. Одно словечко, хоп, там написано пресс-фитер, а мы вкрутим священство, оп, и все, и целый выведем культ священников новозаветных, хотя их никаких не было. Иудеи это прекрасно понимали, не могли этого священства никакого насаждать, ибо только левиты были священниками от Бога. Бог этого больше не говорил. Все это прекрасно понимают. Вот такая вот беда, конечно. Вот человек, вот что Евангелие, сложно что ли? Прочитайте любое Евангелие, Марка, Матфея, Луки. Это о жизни и учении Иисуса Христа, а вся его жизнь и все учение, это жизнь в делах любви к человеку, к ближнему, тот, кто рядом, любой, кто к нему подходил, будь он самый негодяй. Он ему помогал, ничего с него не спрашивая, ни исповеди, ни покаяния, ни обещания доброй совести. Он давал добро и говорил, иди больше не греши. Он не требовал даже ни с кого никаких обещаний. Это поражает. Не требовал ни поста, ни молитвы. Просто давал, просто и без упреков. И говорил, по-доброму, как Бог говорил, не греши и будь тебе блага. Как Бог говорил Адаму от начала, не вкушай зла, не делай зла, и не потеряешь рай, и не выкинешь меня из сердца своего. Как на тайной вечере Господь-то это чудно все показал. Богу мы не можем служить, Богу от нас ничего не надо. Богу никто не служит. Ой, я служу Богу. Мы служим Богу. Кому вы служите? Чего от вас Богу надо? Богу от тебя ничего не надо. Он создал этот мир. Он тебя, приводя в бытие своей любовью, знал, что ты ему ничего дать не сможешь. Ему твои службы ни песенки не нужны, ни пляски, ни молитвы, ни стишки. Ничего ему от тебя не нужно. Ему нужно, чтобы ты любил ближнего, потому что в этой любви ты сам становишься счастливее. Я как-то говорил, что помощнику, когда помощника Адаму Господь дал Еву, не только, чтобы на огороде пахать-то, это помощник в любви. Ибо не нашлось достойного помощника, потому что возделать себя в любви можно только себе подобным, ибо мы совершенные существа, абсолютные. Пик мироздания. Потому что все дело... Почему человек сотворен не первым и последним? Потому что все было для него сотворено, и он как царь Господь его ввел. Почему вводит-то его в рай-то? Понятно, что как и отец, сына вводит во дворец, вводит в чертог брачный, к невесте. Куда бы он человека создал? В грязи, что ли? Надо было сначала для человека сделать царство, и в это царство подарить ему, дать ему, чтобы возделывать его, чтобы любить его. Все, что Господь дал, ценить. Все животные, растительный мир. Господь заповедал, не убивай никого, даже скотину. В ней душа живая, а не какая-то, не мертвая. Это в растении есть только жизнь, но не душа. Жизнь, да, биос, греческое слово есть, но не душа, не психи, есть греческое слово. И Господь эту жизнь, биос, как жизнь, чтобы мы потребляли, в образе, да, да, ты можешь есть всякое древо, но психи, чужую душу не пожирай. Ни в коем случае. А вот именно, люди скатывались до каннибализма, и еще скатимся, и до сих пор существует. Не сомневаюсь, что при Антихристе лучшими деликатесами соседская ягодица будет. Или что там, какое-нибудь лакомство, где у человека самое, помягче, повкуснее, я не знаю. Вот. Бог всем благотворит, всем, своим умывает ноги, любящим, хоть как-то его. Хотя мы сегодня любим, завтра отваливаемся, и тайно, и прощальный ужин это хорошо показал. Один предал, другой отрекся, третий разбежались. А Господь все равно всех любит, всех абсолютно. В одиночестве принимает страдания, висит на кресте. Но он не один, отец с ним. Так и мы, христиане, с нами Бог, с каждым лично. Бог творит всем, неблагодарным и злым. Абсолютно. Для него не имеет значения, кто ты. Он тебя сотворил, мы дети его, каждый на земле на этой. Христианин ты, не христианин, имя не спасает человека. Спасает человека жизнь. Жизнь в любви и уповании. Как хорошо ты ему задал-то вопрос-то, этот же самый законник, книжник там в разных, неважно, может быть, неоднократно задавали в разных евангелиях, по-разному написано. Люби ближнего, он говорит, ближний, это не мой любимый. Это не тот, кто меня по головке, по шерсти гладит. Ближний, Господь объяснил, это для нас радость. Мы не хотим вообще, мы забыли, мы не понимаем его, мы настолько слепы, глухи, и с необрезанными ни ушами, ни помазанными глазами, как в апокалище сказано, мазью, которая слепоту снимает, и с необрезанными ушами, и с жестокими шеями, и просто гнилыми сердцами, что мы простых элементарных вещей не понимаем. Кто такой был иудей-самарянину? Он-то ему не враг. Самаряне не гнушались иудеями, и за врагов не считали. Это иудей всеми плевался, всеми над всеми превозносился, над всеми возносился, над всеми тщеславился. Это он ему враг, да. Самарянин враг иудея. Но тот его за врага-то не считал. Ты, ой, любите все мои враги, я должен его любить. Да у тебя нет никаких врагов, ты христианин. Это ты можешь быть кому-то врагом, как ему кажется. Но у тебя нет врагов. Тебе все, братья и сестры, тебе все ближние, тот, кто рядом с тобой. Неважно, где он тебе повстречался, сейчас в интернете есть, виртуальное общение. Реальная-то жизнь. Любой ближний, посланный тебе на дороге, это ближний твой. Ты ему должен оказать всяческую любовь. И какую любовь, Господь-то показал, что самарянин-то оказал. Не просто там поохал, повздохал. И полностью человека спас, из беды вытащил. Отвез в гостиницу, в гостинице оставил. Содержатель сказал, наказал, чтобы ухаживал. Что если что, оставил денег на все эти ухаживания. Сказал, что я когда вернусь, я все тебе возмещу. Вот она, любовь настоящая. Кто он ему? Не он ему враг даже. Не смотри, что этот иудей-то ему враг-то. Вот именно. А он ему враг-то. И он оказывает такую любовь. Вот кто ближний. А мы свой любить, и все это слово вцвели к любящим любящих. А Господь сам все время говорит, как же мы этих контекстов-то не видим. Что толку от того, что ты любишь любящих-то? И язычники, и мытари. Любой человек, любит того, кто и тот его сейчас любит. Кто похоловки гладит. Господь нас учит любить, когда нас против шерстки гладит. Потому что все мы братья и сестры. Даже послание на богослово, когда мы читаем там слово брат, надо же понять, как он сам красиво пишет. А заповедь даю, которая от начала была, чтобы любили ближнего. Не так, как Каин, который был от лукавого, от человека убийцы, и убил брата своего. Намек на то, что все мы от одной крови-то. Он братом называет всех на земле. А уж тем более, если мы прочтем Евангелие Иоанна Богослового. Понятно, что там все время идет речь о любви ко всем на свете. Господь тоже говорит на прощальном ужине, много говорит вроде бы о любви между собой, между ближними, да? Кажется. Но при этом только выходит, его арестовывают, и Петр там рубит уши своим ненавистникам, и Бога-ненавистникам, Христа-христопродавцам, Христа-кем противникам, антихристам сущим на самом деле. А Господь берет, запрещает ему и прилепляет уши, ухо этому малху, которому Петр отрубил ухо, и опять благотворит. Любовью приводят к себе и к Богу. Любовью только мы можем проповедовать. А любовь — это не только слова. Это дела прежде, потом и слова, конечно. Если будут у нас дела наши слова обличать, то, конечно, горе нашим словам. Если мы учим не судить, сами всех судим. Учим не обличать, сами всех обличаем. Можно с братом поговорить. Ни в коем случае внешних мы не судим, не обличаем, не злословим. А злословить вообще никого нельзя. Все перевернули с ног на голову. И более того, говорит, между любовью, между собою, а сам позволяет себя арестовать и повесить себя на древе. Где же тут любовь-то к своим? Конечно, Господь нас учит всегда о настоящей любви. Вот даже послание Иоанна Богослова, оно, естественно, послание церкви, собранию христиан. И вот, конечно, там много слов. А Иоанн Богослов любит писать. Его стиль был, я говорю, он, по-моему, называется как параллелистический, ну или как парализм им пишет, то есть, и плюс дублирующими. Ну что? Делайте так, и не делайте наоборот. И причем еще это по несколько раз повторить, да? Вот. Плюс там тоже касает темы. И веры. Ну мы христиане, что нам опять все о вере, да о вере читать? Ну понятно, что кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот антихрист. Против Христа. А вы знаете, так вот если скоротать немножечко еще, на самом-то деле, Евангелие-то все к чему сводится-то? Сам Иоанн Богослов пишет, это же благо вести, это же Евангелие, благая весть, радостная весть, которую мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, любовь, истина, святость, чистота, абсолютно. И нет в нем никакой тьмы. Почему свет, это любовь, это же не я так толкую. Все вот, надо толковать, не надо ничего толковать. Писание, священное писание Нового Завета, надо просто внимательно читать открытым сердцем, сердцем открытым и чистым. А чистое сердце, это любящее сердце. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Сам Иоанн Богослов говорит, что свет, а кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Он сам раскрывает, что свет, это лишь образ, образ любви, символ любви, святость, свет. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. Он начинает со света, начинает как всегда не символов и образов уж благовестие бог есть свет бог есть свет истинно совершенство свет сдача к сыра с радостью и нет никакой тьмы в боге нет никакой перемены нет никакого изменения ему от наших добродетели нехорошо и не хуже не худо от наших грехов кто не любит он говорит тот не познал бога потому что бог есть любовь бог есть любовь и кто не любит тот не познал бога нет никакого древа познания добра и зла это древо лукавое это древо лже добра и и зла это древо зла подлечен зла тьмы подлечены света и просто тьмы потому что никто не будет руку просто так в огонь сувать этот огонь надо сами знаете знаете как в детстве помню там что-то перед квартирой какали и газетку ложили вот это вот тоже самое чтобы вляпаться или вкусить что-то или обжечься надо сделать иллюзию древо познания лжи познания на самом деле и лже добра то есть зла подлечены добра и зла это плохой выбор то кто не любит тот не познал ибо бог есть любовь этот бог древо жизни и имя боль имя отца любовь божия крест христов это есть древо жизни внутри человека человек любящий это древо взращивает и вкушают эти плоды духа любовь радость мир долготерпение кротость упование любовь познали мы в том в чем же мы познали любовь ты ну павел хорошо писал что в принципе в самом сотворении мы ее познали самих благодеяний подаваемых нам постоянно от начала мира в пище в питье и веселье через вино и все радости все чувства но в последнее время вы помните что последним временем все называли явление христа почему как вы думаете да потому что все ждут антихриста думают это последние времена последнее время все апостолы в контесте называли явление иисус христа последнее время явился христос сущий от начала бога все время кто почитает внимательно видит что именно это почему да потому что бога убийства куда еще дальше куда дальше скатилась человечество убила своего собственного творца это конец света это и было последнее время в которой все закончилось на самом деле убийство христа и приходит антихрист это одинаковые события и поэтому на самом деле в то время приняли бы антихриста и сейчас точно также убьют христа но на самом деле через историю с потопом мы прекрасно понимаем что каждое поколение убивает христа и принимает антихрист и все это лишь дайте какие-то так это ребяческие сознания там все ищут где-то это все пытаются какие-то системами все какими-то что-то это там было мы не такие дамы все одинаковые мы все люди мы все поэтому проходим одну школу жизни немножко разными путями вот и все любовь познали мы в том уже явно познали ян богослов уже не развивает эту тему хотя там у него от начала все тоже что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои забрать и и мы познали любовь которую имеет к нам бог и уверовали в нее любовь мы в чем познали в кресте газ абсолютную максимальную жертву мы познали в кресте с бог не просто сверху подает не просто даже явился во плоти его уже могли никак богу богу ничего не могли сделать там есть эти мифы вы знаете языческие там когда в бога камнями кидаются этими скалами геракла и там и все это им на голову валилось все бог пришел то чего не мог сделать адам богу оплеухно давать за то что он тут все натворил все не так как надо деревья в какие не нужно тут жизни понасажал надо вырубить выкинуть а другие добра и зла понасажать развить мы же знание знание мы сейчас все построим систему систему общество государства мы все выстроим без бога бог то все неправильно сделал а мы 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 горшки сейчас тут понаделаем вместо горшечника начнем тут управлять господь в конце во плоти пришел били унижали оскорбляли избили до смерти и повесили на кресте и мы в этом познали любовь божью то что он положил за нас душу свою не с мечом не с пистолетом не с саблей не с инквизиции за все богохульство не с пушками не с ядерными оружиями за свой родной иерусалим и свой любимый народ нет он отдал свою плоть отдал свою душу потому что он смиренный кроток и мы должны полагать души точно так же и мы познали эту любовь вот в этом кресте и что мы уверовали в нее мы уверовали не просто в какого-то христа мифического не в учителя нравственности не в мессию не в пророка израильского не в мессию всех времен и народов и еврейского язычества все царька ждут то и язычники ждут вечного благодетеля и даже не в сына божьего в каком бы кто не думал и христос есть сущий во плоти бог явившийся в последнее время и открывший нам имя свое она есть абсолютная любовь мы уверовали в любовь а кто во что верует тот тем и живет ибо а если дела его не обличают так скажем не вы не вынаруживать его веру то и нет никакой не веры а если у него если он уверовал в любовь как написал нам англ богослов а мы вроде бы их учению которое они передали учению христа через апостолов уверовали то мы вместе с самым богословом должны уверовать в любовь а неизвестно во что бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем кто говорит что пребывает в нем то должен поступать так как он поступал как он поступал красная линия всех посланий и послание богослов и его евангелия всегда он прибавляет это слово как он он есть а почему так делает мы из евангелия прекрасно знаем как учил иисус христос я есть путь истинной жизни не адам не моисей не пророки не ан креститель не апостолы не петр не павел не а не аков не все учителя вселенной я есть путь истинной жизни я не надо соблазняться на это древо познаний учение человеческие вы ничего не понимаете сейчас мы вам объясним евангелие не надо никому объяснять евангелие надо глаза свои пошире открыть узреть любовь божью во всем мироздании и в последние времена в явленном в осуждении потому что уже в во плоти бог явился уже мы своими глазами как апостол хорошо говорил о том что мы слышали о том что мы видели осезали руки наши все куда еще больше осуждение бог уже не с неба нам приказывает любить делом явил и словом в уши нам сказал глухим показал делом и сказал словом любите друг друг как я вас возлюбил кто говорит что пребывает в нем то должен поступать так как он поступал мы должны смотреть только на христа только ему подражать никаким так называемый в кавычках святых нет никаких святых ни за кого бог никогда не прославлял бог есть свет будьте святы как он свет как он нам сказано павел один раз говорит про себя подражайте мне как я христу подражая если я подражаю христу подражать тем не если я в него облегся являю вам христа мы во христа крестившийся в него обликаемся а где я еще узнаю увижу как он поступал только в евангелии только может быть в посланиях если там другие темы не касается как он я должен поступать он ни за кого он за свой иерусалим никому голову не рубил юрсалим был в иге римском куча партий было которые по 3 горе патриотов даже у него был ученик зелот мы это прекрасно видим из деяний возлюблены если так возлюбил нас бог а он нас любил от начала ибо он есть на самом деле неизменяемую любовь то и мы должны любить друг друга кто говорит я люблю бога а брата своего ненавидь тот лжец я говорю надо сказать что никакая навели то а то мы любим до брата и рубим ему голову так люблю не могу то голову тебе отсеку брат это каждый каждый человек на земле тебе брат каждый мы от одной плоти даже господь чудно показал дважды от адама потом всех стер и еще одно и и там то же самое сказал но кто читает и кто знает еще один завет господь строго-настрого никогда в жизни кровь он не позволил кайну мстить за убийство брата никому положив на него знамени какое-то это образ там конечно нам неведомый господь всячески противится мести не любви надо простить и дальше жить мы только зло можем побеждать добром ненависть только любовью ибо не любящий брата но ближнего своего которого видит видит вот который на расстоянии человек в зоне моей видимости в зоне их моих ощущений в зоне моего слуха как может любить бог которого не вид богу ничего от нас не надо бог сущий творец все все создавшие ему ничего не надо он и себя постоянно говорит там почитайте псалмы я что гад пью кровь ваших этих что ли или нюхаю дым от ваших свечек да мне разве это надо я все это творил что ты мне можешь дать человек сердце систое смиренное сокрушенное вот любище вот что мы можем только богу дать быть благодарными ему состояние в который должен прийти человек это состояние вечной благодарности то же благодарность это одно из свойств любви как совокупность совершенствия с любовь это одно из совершенств это совершенство в благодарности и мы имеем от него такую заповедь чтобы любящий бога любил и брата своего ибо таково благовестие которое вы слышали от начала чтобы мы любили друг друга благовестие которое мы слышали от него и возвещаем вам и которое было от начала еще сотворение рая чтобы мы любили друг друга после этого стиха и и она говорит они так как каин любил брата это не любовь мы рубим голову друг другу вот вам и вся любовь то и вся и вся заповедь и все евангелие все мироздание сущность бытия что превратили то во что все это делают культы создают системы авторитеты кому поклоняемся кому угодно кому подражаем кому угодно никто евангелие не цитирует никто его не знает никто не понимает смысла учетом цитировать каждое его дело это притча это дело во первых он обычно делает люди не понимают что он сделал о чем он сделал дело любви взял исцелил люди начинают роптать на то что благо подает господь им начинает притчами вразумлять если вы так не видите символ дает какой потом сам напрямую говорит этим неразумным и даже напрямую потому что ученикам это не надо ничего толковать евангелие не надо ничего толковать в первых главах бытия любовь божия явно в мире только любовь может этот мир удержать удерживает удерживающие все так гадают что там это за удерживающие дух святой этот удерживающий когда господь в матвея хорошо сказано и когда в мире охладеет любовь тогда настанет конец ибо люди будут надменны сребролюбивы горды ненавистники удерживающие только только потому что в мире еще есть христиане на самом деле то что люди есть в мире творящие добро которые читают евангелие познают эту любовь божию помнят о прощении своих грехов что господь то ничего с меня не помянул когда я был грешником подавал мне я и радовался и веселился жизни все у меня было и уверовал и сейчас и грешу где-то и падаю я ступаюсь и иритическую то есть как все любят говорить не так мыслю ничего да я год назад где-то не так мыслил естественно данный момент жизни каждый уверен что он мыслит истина и ничего бог терпит меня и каждый день не подает все потребное для жизни и для радости даже как всегда это слово веселье там употребляется для жизни и веселья бы никто что-то на одном хлебушке сидеть не хочет все хотят его вином приправить конечно жизнь то без радости кому нужно вот так вот друзья мои любимые христолюбцы так что мой мой призыв христолюбский ко всем любящим познавшим истину ибо истины есть иисус христос сущен от всем бог явившийся пришедшего плоти и открывший нам имя свое через все благодеяния от начала и заканчивая невероятные невероятным благодеянием показав нам что такое имя бога и кто такой бог и мы все должны поступать так как он поступал как он не как кто-то именно как он это очень важно понять а это все лукавые дети лукавого они будут стращены вот посмотри какие плоды то учения человеческого вкус вкусе их смотри какие вожделенные дают знания там эту книжечку ты евангелий не сможешь понять ты вот это все почитай вот это и вот тебя завалит этой горой мусора ты будешь это в этой горе мусора закопаешься и прямой дорожечкой вот пойдешь смотрите только на христа читайте евангелие сами у вас будут глаза открываться евангелие это свет не не уподобляйтесь и не идите за человеками этот путь кривой и ведет он не туда к сожалению только христос есть путь истинная жизнь только он только подражая ему абсолютно если бы ему подражали никого патриотизма в помине бы не было шо он ничего этого не делал он целиком уповал на господа его сколько раз хотели убить ничего этого не произошло как он сказал я сберег всех кого ты не дал все кто в руке божий нам ничего не будет если на это нет его воли у тебя все будет тебя будет и дома и кров и родители и дети еще больше как он сказал если ты ради меня это оставишь то есть исповедуешь христа пришедшего во плоти вкусишь этой плоти исповедовав и уверовав во христа пришедшего во плоти и будешь пить его вино источник вечной жизни неиссякаемый который есть любовь ибо если будешь любить бог будет в тебя вливаться пребывать боги это есть тот дух который надо все время возгревать это есть то древо жизни который нас все время возделывать и хранить то что господь тебе взращивает вот она вся вся простая суть христианство ибо в иисусе христе нет ничего не элина не иудеи не варвара не скифа не мужеского не женского не раба не свободного но вера действующая любовью ибо мы которые живем по духу духом водимся и ожидаем праведности от веры и вот вырвали стишок что даже праведность поверит ну да но веры дальше читайте поставьте запятую если у вас глаза разбегаются на слишком много слов поставьте тире но в иисусе христе там уберите все это прочитайте праведности от веры но веры действующей любовью и надо вырывать павел ничего не врывал он написал целое послание прочти и вразуми его смысл не надо нам нам никто не заповедовал и из господней жизни учения которые с любовью еще какие-то учения составлять нам по господь апостолам завещавал никакого бремени не налагать кроме его бремени они не имеют на это никакого права не апостола не будущие ученики не мы с вами кроме того бремени который возложил на своих овец христос а это бремя бремя жертвенных любви и все об этом христолюбцы знают ибо кто любит его исполняет его заповедь а заповедь мы это чтобы вы любили друг друга вот так вот ну все слава господу за все за эту чудную трансляцию за вас мои любимые родные христолюбцы давайте еще помолимся обязательно в конце и возблагодарим господа нашего ибо не будем уподавливаться неблагодарному прародителю прародителю нашим и всем неблагодарным который господь любит они не возвращаются воздать ему славу помните как те 9 исцеленных прокаженных господи иисусе христе сыне божий сущий над всем бог пришедшего плоти и явивший нам имя свое который есть любовь явленная тобою жертвенный крестной смертью спасибо тебе за все что пришел к нам жестоких сердцем обличил осудил оправдал спас вернулся к нам древом жизни духом своим святым и настали времена когда не будет учить брат брат опознай господа но каждый любящий ближнего своего будет знать тебя спасибо тебе за все что ты освободил нас ибо делающий грех раб есть греха а любящий свободен спасибо тебе за все за всех кто окружает меня братьев и сестер за всех кто слушает эту эту запись до просветишься до прославишься ты господь и бог наш имя твое святое который есть любовь и да откроется помышление многих сердец и узрит всякая плоть славу величие но главное воскресение твоем божество твое ибо жизнь самом себе имеешь только ты господь мой и бог наш слава тебе господи слава тебе благослови пожалуйста всех слушающих и подаваем во всякое время все твои благословения все потребное для жизни радости и счастья слава тебе христос посреди нас всегда был есть и будет ибо он бог и творец наш но все я с вами прощаюсь все мои канальчики наверху все мои контакты для связи внизу я всегда рад новым братьям сестрам во христе и не только готов конечно для добрых дебатов если уж кто-то противится чему-то там моим каким-то проповедям вот но с кем-то спорить и ругаться господь нам не заповедовал заповедовал клоняться вот а для какой-то доброй беседы пусть даже не понимаем друг друга ничего страшного я всегда доступен я ни от кого не скрывать многие знают где даже живу живу в деревеньке в воронежской области вот а все контакты для связи всегда рад для общения для поддержки словом делом да если у вас есть какая скорбь беда обращайтесь кто знает я всегда стараюсь сколько мне позволяет мои инфо медиа средства я стараюсь как-то тоже призвать братьев к помощи сестер ну а сам сам тоже сколько могу всегда рубашку отдам да и душу отдам если надо вот ну а полезные ссылочки всегда вот здесь справа у меня есть подписывайтесь на каналчик на мой на мои добавляйте к себе ролики делитесь с кем если считаете интересным вот а главное славьте господа жизнью и словом ну все всех храни христос всех лабызаю крепко обнимаю во христе иисусе пока пока